Про F-16 в Украине я уже рассказал, про то, что их до конца месяца мы можем получить до 20 машин, то есть еще 14 машин может прийти, и тогда у нас будет полноценная бригада F-16. Ну а в ближайшей перспективе 4 европейские страны пообещали предоставить вооруженным силам Украины 80 истребителей, однако некоторые из них могут быть использованы в качестве комплекта запчастей, то есть они будут технически неисправны и их будут разбирать на запчасти, таким образом ускоряют поставку запчастей для наших самолетов. Ну а в дальнейшем там Соединенные Штаты нам обещали еще подбросить, и это количество самолетов может увеличиться. Далее на Ближнем Востоке там завязывается довольно серьезная ситуация в плане убийства политического лидера, главаря движения Хамас, он был главой политбюро, самый богатый палестинец. Так вот, верховный лидер Ирана Али Хамини приказал отомстить за убийство главаря Хании, который был убит в Тегеране во время, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана после выборов. Причем об этом сообщает Нью-Йорк Таймс, причем действительно это не пустые слова или там просто какие-то угрозы, реально на главной мечети Тегерана был поднят красный флаг. Красный флаг это флаг мести. Но Израиль тоже не остается. Израиль направил дипломатические сообщения по тайным каналам, как Ирану, так и Ливану, и заявил, что они готовы начать полномасштабную войну, если Иран, Хизбалла и другие поддерживаемые Ираном группировки проведут ответный удар, который приведет к значительному ущербу и жертвам в Израиле. Об этом сообщает Асинт-USA. Есть такие Асинтеры, что ситуация довольно серьезная. Вообще, в разных источниках западных было сообщение о том, что в ближайшие 72 часа Израиль может нанести удар по Хизбалле на территории Ливана. А Израиль вчера, буквально вчера, сразу же прозвучал от их духовного верховного лидера, от Хаминии, прозвучал приказ отомстить, нанести полномасштабный удар по территории Израиля в целью мести за убийство Ханинии. Посмотрим, как развернется. Либо мир стоит на грани нового вооруженного конфликта, довольно масштабного, потому как и одна, и вторая сторона готовы применить все виды вооружения, включая ракетные войска и авиацию. У Ирана с авиацией там похуже. Хотя у них есть, по некоторым данным, Израиль сообщал о том, что, Израильская разведка сообщала о том, что Россия передала примерно половину, 24 истребителя Су-35 и обучила пилотов. Уже больше года, как пилоты, обучены. И вполне возможно, что они летают, продолжают тренироваться, наращивать свои навыки боевые на Су-35 уже в составе ВВС Ирана. Ну и несколько новостей из-за поребрика, что у нас творится на болотах. А на болотах начинают действовать санкции. В частности, кстати, Китай довольно активно перекрывает кислород для российской экономики. Но мало того, что китайские банки уже не проводят более 80% транзакций, они отказываются их проводить, и деньги эти возвращаются. Россия пытается оплатить товар, чтобы его купить, и этот в основном товар из двойного назначения. Китайские банки боятся санкций со стороны Минфина США, и, соответственно, деньги не принимают, а возвращают их отправителю. О чем и говорила глава Центробанка, что у них вот такая критическая ситуация. Так вот, в июле китайский производитель электроники ТСЛ, компания на фоне санкционных рисков, отказался поставлять комплектующие для сборки телевизора в Российскую Федерацию. Об этом рассказал представитель завода STI Group Кирилл Скворцов. Сообщается, что запаса компонентов у российских заводов хватит до ноября месяца, а некоторые, это у этого конкретно завода по производству телевизоров, они до ноября еще протянут на своих складских запасах. А некоторые компании уже рассматривают заморозку производства, то есть люди будут отправлены в неоплачиваемый бессрочный отпуск рабочие, а завод будет остановлен. Вот такая вот ситуация в электронике. Это очень приятная новость для нас, потому что под видом, в том числе и комплектующих для телевизоров, расисты завозили электронику для ракет и систем управления. Также продолжается, после ухода или его ушли Сергея Шойгу, поста министра обороны Российской Федерации и назначение туда нового министра обороны, с помощью ФСБ и других МВД РФ и Белоусов продолжает громить генеральскую мафию в генеральном штабе Российской Федерации. Там аресты идут постоянно. Да, они не так часто, как нам хотелось бы, чтобы там поснимали всех и этот генштаб развалился, или Министерство обороны. У них оно военное, но у них единоначалие, они не разделяли должность министра и главкома. Там министр командует всем и вся. Так вот, очередной арест провело Министерство внутренних дел Российской Федерации. Они сообщили о задержании главы военторга. Его подозревают в хищении средств Министерства обороны. Ну, понятно, что обвинение мизерное, всего-навсего там один томограф ему, что он якобы купил по завышенным ценам. Ну, я думаю, что это просто, чтобы не шокировать общество, потому что, думаю, что глава военторга воровал миллиардами. Миллиардами рублей, а может быть и миллионами долларов. Но, на пока их сам факт, что он арестован по подозрению в хищениях в особо крупных размерах. И находится, сейчас находится в следственном изоляторе. То есть, аресты генералитета и высших военных чиновников Российской Федерации продолжаются, что нас не может не радовать. Ну, и вишенка на торте сегодняшнего выпуска. Как я и говорил вам, это оказались не пустые слова. А действительно, Российская Федерация начала закрывать западные социальные сети. И с 0 часов 1 августа, то есть с 0 часов сегодняшних суток, началось снижение скорости того же видеохостинга YouTube. Проблемы фиксируются с YouTube. Проблемы начали фиксироваться от Мурманска до Владивостока. То есть, это свидетельствует то, что я вам рассказывал, что Роскомнадзор закупил оборудование в Китае, серверы видеохостингов перенесли на территорию Российской Федерации. И сейчас с помощью китайского оборудования они будут полностью блокировать все ресурсы. Начали с YouTube, далее будет, скорее всего, Facebook, там и другие, WhatsApp, возможно, и другие социальные сети или информ-ленты западного, точнее, западных стран. Или не российского, будем так говорить, производства или происхождения. Российские пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайту, а там было 40, потом, точнее, 20%, потом 40%, и там, ну, короче, темпы там будут очень быстрые, будут тормозить YouTube практически до нуля в ближайшие несколько недель. Вот, и жалуются на проблемы с доступом к сайту, видеохостинга YouTube и с воспроизведением видеороликов, то есть, подкачка видеоконтента идет очень-очень медленно. Это следует из данных серверов и тут перечисляются эти серверы. Как отмечается, пик неполадок выявлен около нуля часов 1 августа, то, что я вам и говорил. О проблемах сообщались сотни пользователей из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского окраина, Новосибирской области, а также Владивостока, Иркутска, Красноярска, Мурманска, Ростова-на-Дону, Твери, Уфы, Челябинска и других региональных центров Российской Федерации. Ранее Ростелеком предупреждал о проблемах в работе YouTube в Российской Федерации, а депутат Госдумы Хинштейн заявлял, что власти РФ начнут замедлять работу видеохостинга. Как говорил классик, прощай немытая Россия, страна рабов, страна господ. Вот такая вот новость, занавес, железный занавес закрывается, причем довольно уже усиленным, семимильными шагами, я бы даже сказал так. Редактор субтитров А.Семкин